У вас есть только два выбора. Первый выбор — ослепните на один глаз, а второй выбор — получите знание, чтобы вылечить всех остальных. И выбор только один. Вы согласны с тем, что вам ничего не надо делать и умирать просто? Или хотите жить дальше? Выбирайте. У вас есть выбор. Вы верите в то, что всё пропало, всё потеряно, один вариант. И второй вариант — верите в природу, верите в добрых людей и в Бога. Вот два типа веры. Выбирайте один из двух. Один тип веры приводит вас к засаде, к депресснику на долгие годы. И всё равно это не поможет. Потому что в депресснике человек вечно жить не может. Там и вечные существа. Люди даже рождаются в депресснике. Все эти ДЦП и аутизм — это результат того, что человек не сдал экзамены и ушёл из жизни в прошлое. Будешь давать дальше? Ты вечный. Ты не сможешь избавиться от этого экзамена. Поэтому сдавай лучше сейчас. И уходи из жизни хорошеньким таким. Счастливеньким. Чтобы таким и рождаться. Понимаете? Вот и всё. Всё очень просто. Есть и подарки. Вот как выглядит человек, который правильно живёт? Он очень сильно любит природу. Он очень сильно любит добрых людей. И очень сильно любит Бога. Это значит, что он живёт очень счастливой жизнью. Даже в мешкейке. Мы коснёмся в ладонях Бога И уснём на его ладонях. Мы в руках его вечно будем. Каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, Под распахнутым светлым небом. Мы дышать и смеяться будем. Побежим по проборам леса, По темным ароматным прядям, По горам, по высоким скалам. Мы увидим его бескрайность И забрём в далёком зоре. Вот и осталась Самая малость Просто поверить На самом деле. Вот и осталась Самая малость Просто поверить На самом деле. Его реки, попы, любовь, Океаны его бездонны. И счастье обоит сердце. И мы будем легки, как ветер На потоках его дыхания. В облаках поплывём к светилу, В золотистых руатах солнца. Мы услышим святую песню. Мы его нарисуем в небе, Мы на скалах напишем имя. Мы его, прославляя игры, Танцевать на ладонях будем. Вот и осталась На ладонях означает «под защитой». Если человек думает о божественном, Он защищён. Если думает о своих проблемах, Он проиграл. Всё очень просто. Чувство собственного достоинства Должно встать в состояние счастье. Счасть — значит «час». Тье означает «существование». То есть оно должно встать по центру, Прямо напротив души. Это означает «душевный человек». Душевный означает, он ничего не боится, Ничем не унижен, Ни в депресснике, ни в суете, Ни в гордости. Означает «счастливый». То есть прямо сейчас, прямо здесь. И прямо это очень хорошо чувствуется. Потому что так действует знание на человека. Человек должен знать, как правильно жить. Не позволять себе делать глупость. Побежал на остановку, остановись. Посмотри, как прекрасен этот мир. И с озерами, и дивным криком журавлей. Эй, куда же вы спешите? Эй! Да? То есть, ну даже если вы спешите, Вы можете тоже спешить правильно. И мы тоже это слышали уже. Бежит, 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 бежит. Дорога не качается. Помните? То Маки, то Степаны нам встречаются. Они встречаются и улыбаются. Нам словно старые добрые друзья. А потом девушка поет. Смотри, шофер, не заградисти на красавицу. Ибо тебе с дорогой горной не справиться. Почему красавица? Да, потому что она знает, как ей жить. Мы говорили с вами о том, что Красивое означает любит солнце. Любит этот мир. Потому что этот мир солнце создало. Любит, красивое, сильно любит солнце. Означает наполненное солнцем. Красавица, красно-девица. Солнечная девица. Также любовь к луне. Если солнце наполняет человека силой любви, то луна дает возможность ее отдавать. Поэтому если вы хотите любить своих близких, вы должны вечером это делать по цветам луны. Потому что легче любить. И ругаться легче, как бы вечером, любить. Но лучше прощать, принимать и любить вечером. Это вечернее время предназначено для отношений, для глубоких отношений с близкими людьми. Потому что так луна делает. Это сила. Солнце — это сила, наполняющая красотой человека, радостью. Мужчина наполняется чем? Мужчина наполняется чем? У него как бы в щеки все не идет. У него идет... У мужчины идет все. В его мужественность, понимаете? В мужскую как бы силу идет. У женщины в красоту, в щечки все идет. Но та же самая энергия солнца. И как он как бы... Как выпьет тот мужчина наполненный такой силой, солнечный мужчина? Как он выпьет? Но это именно наполненный, понимаете? Не то, что... Не то, что вот ему повезло кому-то там, у него там вот, вот ему повезло, а другому не повезло. Это просто он наполненный. Он любит природу, понимаете? Он трудяга, ему как бы он трудится. И поэтому он красивый, как мужчина, наполненный белорусской песней. Кофе, траву. Камешина это права такая. Я косил. Ты приятен мне. Ты приятен мне. ПОТАРАБЛСЯ Поняли, да, как красивый мужчина выглядит? Он просто конюшину косил, а поглядал на девчину готова. Почему он? Он сильный, потому что он красивый, наполненный природой. Понимаете? Второй вариант, смотрите. Пропала Мальвина, невеста моя. Сбежала Мальвина в чужие края. Кому Мальвина такой вообще не нужен? Понятно, что она сбежала. Буракина, конечно. Понятно, да, системы? Она дает возможность обменной энергии. Это энергия доброты. Солнце — это энергия оптимизма, Луна — энергия доброты. Вы помните? Энергия солнца. Энергия солнца. Мир волшебный, полон тайны, светит Луна. Час влюбленных, час святаний, он и она. Общаемся. Час влюбленных с ними вечно. Час влюбленных с ними вечно. Доля одна. Час влюбленных с ними вечно. Час влюбленных с ними вечно. Так вечер для чего должен предназначен? Вечер для чего? Для друзей и доброты. Если у вас работы нет, жены нет, денег нет, тогда вечер для чего предназначен? Для друзей и доброты. И все будет, потому что вам не хватает просто социальной силы.